Звезды сиянье Звезды сиянье Звезды сиянь, нажмей, нажмей Не надо, забей, забей Найбану чуны, все грубо меня Это кто-то спит, а кто-то просыпается В взгляд потертый к небу устремлзица Перешили, нет, но желание исполняет Когда звезда тонет своим телом чужой は нет, чтобы побывать там, где ни разу не был Хочу, чтобы в пятих была моя душа Вот они мечты, если курю, не спешат В сон даже тишина, за окном, за окном Ветер дует и спешат, что потом, что потом Шепотом скажу тот час, но нет Время, время припева сейчас На мокрых ночи звезды сиянье Признаться хочется Очарование пить плечи Гоню повстречной Навстречу ветру свету Звездам и планетам Не потому, что все кошки серые В ночи растворяюсь, я просто верю Что свет звезды принесет удачу Улыбаюсь небу, не иначе Счастье есть, всего не может не быть Главное ключ найти, дверь открыть Цвет ночи медленно в рассвет переходит Вера в счастливую звезду Остается в броди Остается в броди Остается в броди Остается в броди В обедах ночи Звезды сиянье Признаться хочется Очарование пить плечи Гоню повстречной Навстречу ветру свету Звездам и планетам В обедах ночи Звезды сиянье Признаться хочется Очарование пить плечи Гоню повстречной Навстречу ветру свету Звездам и планетам В обедах ночи Звезды сиянье Но я плохо спал Дочка вроде бы нормальная Сегодня 22 июля Сегодня у нас Значит так Сегодня я для вас Опубликую Жилой комплекс Москва Хорошие классные предложения Реально крутые предложения И сразу говорю Те кто у нас купил нечаянно в случае парк, кислород, флора, летний Вам лучше это не смотреть Потому что мне кажется вы возьмете И просто вздернетесь вот здесь Понимаете Потому что когда вы узнаете что оказывается можно в центре Сочи Купить в полтора раза дешевле Чем вы купили на Ябуновской горе Извините пожалуйста Я думаю что скорее всего вас нервы не выдержат И вы скорее всего просто-напросто повеситесь Ну серьезно говорю Ну не все же умные, правильно же Ладно, здесь мы с вами сделаем Да, кстати, вчера все-таки кое-как пересилил Так долго собирался И потом все-таки когда собрался Я рукой за краник взялся и ударами кунь-фу Дал блин до дыру по лицу На самом деле это все было не так Короче Попробовал я все-таки Сделать такси с президентом Да Попробовал сделать такси с президентом Ну Ну блин, я понял что надо вопросы какие-нибудь Как его Надо другие вопросы задавать нашим людям Понимаете Вот реально другие вопросы Я вот такое ощущение Ладно у меня там молодые Ну молодая попалась 17 лет Но она вообще не в зуб ногой Хотя она типа настоящая местная Ну и соответственно у нас тоже были приезжие Уже постарше Ну ребят Я уже даже не знаю Мне что там какие-нибудь Что научить вопросы что ли готовить Мне что там Если у нас не первая девочка Не вторая Даже не знает Сколько районов у нас в Большом Сочи Ну не знает сколько районов в Большом Сочи Понимаете Не знает Как бы я ладно говорю про название Там ну Короче много чего не знает Ну интересного Ну я уже думаю Может быть Сдавать такие вопросы Да Кто изобрел таблицу Менделеева Кто первым сделал Сальто Делочева Да Я не знаю там Кто изобрел таблицу Пифагора Да вот Я уже не знаю Какие вопросы задавать Ну я вообще не понимаю Ладно короче Что-то у меня короче Идея витать провалилась Я просто даже не знаю Вы просто смотришь раньше Да Какие-то передачи были Люди раньше были умнее Умнее были А вы сейчас себя даже узнаете Да Попробуйте просто взять И ответить на некоторые вопросы Какая была фамилия У мужа Крупской Вы просто для интереса Да Или вот попробуйте Ответь на вопрос Что делал мальчик Когда лежал на девочке Вот что делал мальчик Когда лежал на девочке Или вот Снаружи черное Внутри красное Засунешь ногу Стоит прекрасное Или например Весь день болтается А ночью в дырку отпускается Ну почему Я уже не знаю что Вроде хочется И кто там пожалел И первой девочке И второй паре Дал деньги Ну блин Надо что деньги заслуживали Согласны со мной Я же там не спрашиваю Три произведения Пушкина Которые вы даже Не сможете написать Серьезно говорю Я уже думаю Может мне сделать Такую подставу Может мне взять Подъехать в 6 утра К ночному клубу Монами Выдернуть там Этих самых стриптизерш Да Какую-нибудь там Не знаю там Еву Выдернуть Еву Да С Челябинска И вот ей позадать вопросы Я вангую Она на все ответит Это прям Ходячая энциклопедия Но мне же хочется Чтобы просто Вы были Он как нежный дед Ха-ха-ха Ха-ха-ха Вот Мне-то хочется Чтобы вы Ну 5 тысяч Забрать на халяву 5 тысяч 5 тысяч 5 тысяч Ладно В объятиях ночи Не сиянием Не титититим Значит так Значит так Погуляем Значит так Судимый приезжий Украл из квартиры Сочи Деньги и бижутерию На 330 тысяч рублей В Сочи Полиция задержала Того самого ублюдка В железной маске Все Оперативники Вот видите А вы говорите В Сочи живут Одни конченые щеброды 330 тысяч рублей У кого из вас есть? Да ни у кого из вас нет А здесь есть Значит так Значит так Газель Перевернулась На бок В результате ДТП Авария Произошла Несколько Минут назад Но ночью Несколько минут Назад Но ночью Я еду Вот так вот Кстати такие же Мотоциклисты Они сдали На караванную категорию А И они будут На дорогах Общей пользы А Максим Коломенецов Ни фига не сдал Красавчик Молодец Короче Газель Перевернулась На бок Авария Прошла На Короче Дублер В дублере Курортного проспекта Давай А А О Проехали Все А Давай Я вчера Короче Армянин Проходил Короче Толстый Армянин По КСМ И Короче Тоже Там Поперек Дороги На запрещающий Сигнал Ну Я ему Посигналил Посигналил И Он Такой Сюда Иди Ты Отвечай Сигналишь Ну Знаете Ну Как начал Кричать Все Ну Я взял И Остановился Ну Ну Пошел Выходить С машины И Знаете Такое Большое Толстое Такое Тело Оно Еще Оказаться И бегать Может И он Побежал Дальше Вот Уважаемые Вот Уважаемые Вот Вы Когда Говорите Сюда Иди Там Ты Там Я Твою Маму Он Тоже Это Волшебно Да Там Вот Это Слово Да Когда Вы Сами Идете Нарушаете Ну Нарушаете На машинах Ну Когда Вы Еще Себя Как Чмошники Ведете Когда Вы Пешие Да На запрещающий Синал Светофора Идете Поперек Потом Еще Начинаете Орать Когда Я Взял И Остановился И решил Думаю Ну ладно Думаю Ну что Думаю Жалко Что Думаю Сейчас Пообщаемся Думаю Нормально Думаю Если он Считает Прав Вы Начинаете Убегать Вам А второе А второе Ну Ребят Вы же Должны Знать Никого Вы Еживаетесь Я Живам Не Здесь Местный Непонятно Какой Который Который Можно Хоть Все Сказать И он Возьмет И схавает Понимаете Я Живаю Рос В местах Интересных Где За каждое Слово Нужно Отвечать Поэтому Будьте Аккуратны Будьте Бдительны То Мало Ли Что Можешь Прилететь Хотя Вот Я Скажу Для Вашего Веса Бега Я Буду Монтировать Посмотрю Там Тоже Камера Разрежалась Периодически Поэтому Я Не знаю Как Лучше Сделать Я Может Попыл Невозможно Этого Мужика Вставлю А может Быть Я Не помню Была Запись Или Не Была Запись Хочу Просто Посмотреть Сейчас Буду Монтировать Посмотрю Может Вполне Возможно Что Есть Покажу Наших Героев Которые Сюда Иди Сюда Иди Но Сначала Догони Слыш Вот Это Понимая Тема 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 Минивэн И трицикл Не поделили Широкую Дорогу В Сириусе Ну Минивэн Как Минивэн Ну Такая Шляпа Конченная Как бы Одно Название От Минивэна А Мотоцикл Мое Почтение Красивый Красный Дьявол Такое Все Кстати Это Миноцикл Стоит Дороже Чем Минивэн Ну В общем Случилось Там ДТП Но Как Он Оказался На Встречке Скорее Сего Наверное Минивэн Выдавил На встречке Как это У нас Модно Делать Посмотрим Чем Это Все Закончится Ну Вот Факт Остается Фактом Надо Быть Человеком Труп Человека Вот Человеком Надо Быть Труп Человека Обнаружен Обнаружили Прохожие Улистницы Главпочтанта Тело Обнаружили Поздно Вечером В субботу 20 июля Короче Люди Незамедленно Вызвали Скоровицу Нифига себе Идешь Тогда Тут Храс Как бы И Лежит Да Труп Нифига себе Короче Минувшей Ночью В Центральном Райне Сочи Инспекторы Дорожной Патрульной Службы Выявили Ряд грубых Нарушений Отказ От Я не знаю Я вчера Минтенка Ой Не минтенка Сотрудников ДПС И сидят Плов Решили купить Все Перед ними На тротуаре Стоит А Стоят Три автомобиля Перед ними На пешеходном Переходе Стоит Автомобиль Вот такие Чмошники Были Вот такие же Такие Почему я называю Чмошники Сейчас объясню Ребята Скажите что Я беру Спокойно Без Камеры Так Обычно Все любят Москвичи Я подхожу Поздоровался Я говорю Здравствуйте Я уже без машины Я говорю Ребята Смотрите Здесь стоят На тротуаре А я знаю Что такое машина Стоять на тротуаре Потому что У меня вчера Дочка Ой Дочка Жена С дочкой И с тещей Ходили гулять И опять Из этих машин Не могли Просто на коляске Проехать По тротуару Не могли Ну как бы Ну с коляской Детской По тротуару Обычно Ну и все А те говорят Ну мы просто Здесь стоим Я говорю В смысле просто Вы просто стоите Он говорит Мы здесь просто стоим Я говорю А если вы просто стоите То почему На вашем просто автомобиле У нас Не включены Не включены приборы Точнее люстры Он говорит А зачем Я говорю Здесь же стоять нельзя Вот так Он говорит Ну мы же просто стоим Я говорю Ну вы же просто нарушаете Я говорю Если вы сейчас Не при исполнении Вы как гражданское лицо Как вы гражданское лицо Просто стоите В наглую На пешеходном переходе А перед вами еще два автомобиля стоят на тротуаре и два автомобиля стоят на пешеходном переходе. Это все было возле «Острой мечты». Он мне такой говорит, и что? Я говорю, нет ничего, говорю, что же надо вызывать сотрудников ДПС, чтобы они вас оштрафовали, чтобы они этих оштрафовали. Я говорю, ну у вас же, на ваших глазах творится сейчас здесь беспредел, творится какая-то дичь, и вы ничего не делаете. Он говорит, у нас на сегодня другое задание. Я говорю, так я понял, вы как бы не на работе находитесь? Он говорит, нет, на работе. Ну они же при, ну как бы в этих белых накидках и так далее, в белых там блузках и так далее, при исполнении же. Я говорю, и что тогда? Вы же видите, что творится. Вы еще не можете просто прийти сделать замечание? И он такой говорит, нет. Офигенно, вот я не знаю, вот гаишники, да, вот я подошел нормально, там без камер, без ничего, ну как бы, ничего там, ну не грубил, ничего, да, просто. Ну в следующий раз придется снимать такой тресс-контент, придется вот, наверное, там с этой камерой бегать, потом показывать, выкладывать вас. Ну, потому что, ну вы реально, как бы, просто, понимаете, на вас смотрят, в том числе все эти ашоты смотрят, да, все. А, еще там, короче, дети маленькие, там, им даже 10 лет даже не то. Они там катались перед ними на этих, как вот, на этих электросамокатах, потом бросают, мне тоже жена не может пройти, понимаете. И вот гаишникам насрать на все это. Я, наверное, вот вчера просто по-человечески без камеры, без ничего подошел. Ну, а теперь будут ваши, да, нельзя, там, такие вот правонарушения, а это вы же тоже нарушаете, да, когда вы, если поставили, например, свой автомобиль, да, как бы, на тротуар, то, наверное, у вас должна быть резкая причина, должна быть у вас люстра должна быть включена и так далее. А когда вы там просто стоите, там, минут 20 просто по телефону трепетесь, по очереди уходите и все, ждете свой плов, но это ненормально. Ладно, поехали с вами дальше. Пьяного мопедиста поймали инспекторы в Сочи. Короче, мопедисту оказалось 27 лет. У него нету ни прав, ничего. Ну, кстати, когда вот ты пьяным, тогда лучше тебе права не показывать. Почему не показывать? Ну, потому что, если, например, ты едешь и у тебя вдруг нечаянно, как бы, как бы, ты, например, доехал, например, до стоянки на автомобиле, там ты, ну, на стоянке с ребятами. Тяпнул пивка и решил до дома доехать на мопеде. Ну, бывает же такое? Бывает. Так вот, так вот, если тебя остановили пьяным на мопеде и тебя все-таки за это лишат прав, да, и будет штраф, тебя лишают всех категорий. Например, у тебя категория, например, Б, С, Е. Тебя лишает Б, С и Е. И в том числе М у тебя автоматически тоже ведет лишение. Ну, как бы так. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны. Да, кстати, вы знаете, что у нас... Не, не буду говорить. Байден снялся с гонки. Представляете себе? Снялся. Теперь непонятно, что будет. Все, наверное, ждут. Все, наверное, ждут одно и то же. Все ждут, когда же у нас закончится эта специальная священная военная операция. Потому что, ну, я тоже с людьми общаюсь, но я не могу сказать, что там все люди стали за эти два с половиной года, стали богаче в два с половиной раза. Потому что, по факту, ну, скажу так, ну, мы стали все как минимум в два раза беднее. Это касается не только меня, это касается и всех остальных. Просто, чтобы столько же, ну, так же чувствовать себя, как два с половиной года назад, ты должен зарабатывать как минимум в два раза больше. Соответственно, как бы сейчас той ценовой политикой, которая есть, да, там, с этими ценами, там, на самолет, на отдых и так далее, да. Если раньше мы в Турции отдыхали и от отдыха примерно обходился, там, не знаю, 250 тысяч максимум, ну, 300 тысяч, то сейчас меньше, чем 500-600 тысяч даже не подходи. Поэтому, как бы так. А зарабатывать в два раза больше пока не получается. Неадекватный мужчина повредил две машины в Сочи. Короче, давайте не будем делать акцину на национальность. Вы знаете, это какая национальность. То есть, в той же категории. Я твою маму. Я понимаю, что многим из вас не нравится от меня это слышать. Я согласен с вами. Вы там, кто-то мне написал, там, мне не нравится, когда я там пародирую. И когда, ребят, вы представляете, а как мне не нравится это слышать? Как мне это не нравится? Представляете себе, я здесь живу, и мне кажется, что первое слово, вот первое слово, которое, как бы, произносит во многих семьях, это я твою маму. Понимаете? Вот вы говорите, там, вот ты, там, берешь, сказал, там, как бы, все. А это проблема есть. Проблема есть. И про нее, если молчать, она не уйдет. А так, может быть, глядишь, кому-то станет стыдно, который любит использовать, там, да? Или когда мужик мужику говорит, я тебя вые мучаю. Понимаете? Может, кто-то задумается над смыслом своих слов, которые сказал. И может, ему, не знаю, может быть, стыдно станет, и он перестанет употреблять. Понимаете? Понимаете, когда вы говорите, когда вы говорите, вы это воспринимаете, ну, как бы, само собой разумеешься. А вот если, как бы, вы бы себя услышали со стороны, на камеру и так далее, да, то уже в восприятии было бы у вас другое. Другое было бы восприятие. Вот я не хотел выгружать видеоролик 13-минутный. Это как раз вот уважаемые казахи, которые отдыхают в городе Сочи, вот просто там без слов. 13-минутный видеоролик по поводу того, как казах обращается со своей казашкой, и как казах общается по телефону. Хотите, я вам выложу. 13 минут всего лишь. 13 минут. Понимаете? Как бы ввез их, как бы, вроде они так, вот так вот общался мальчик, да, но стыдно почему-то мне. Я не знаю, есть смысл, нет, я вообще стараюсь. Вот здесь что-то такое, да, вот тоже у меня там ввез подавчера, как бы, гражданина армянина, 170 килограмм, как он у меня, я выпил 7 бутылок водки и так далее. Когда там, как бы, знаете, как бы, изо рта такое ощущение, как будто понос. Понимаете? Ну-ка вы че, куда вы едете? Ну, куда ты едешь? Понимаете, вот такое ощущение, как будто прям понос-то, понимаете? Как бы, ну, понос без говна, это всего лишь вода. И стыдно как бы, стыдно становится. А я сейчас, кстати, в Адлер забрел. Ё-моё, какая депрессуха. Я вообще попал там на улицу фермерская, на улицу, получается, арбитерскую, а потом еще доехал до этого, как это называется, короче, до шляпы доехал, до, это, до черешни. Ну, черешня, это просто реально дно. Да ладно, там одна улица, которая есть, там более-менее, да, асфальтировано все. А чуть левее, чуть правее, это еще хуже, еще хуже Лысой горы. Ну, серьезно говорю. Вон у меня, с водителями останавливаются такси. Да, и водители автобусов. Красавцы. Место в вагон. Останавливаются так, чтобы ты объезжал через сплошную линию. И это здесь тоже сейчас едет, да? Ферзи, боги, блин. А потом удивляются, почему попадает в ДТП. Ладно, поехали дальше. Ну, вот как бы так, ребят. Как бы так. Ну, и вот, про что мы начали, да? Неадократный мужчина повредил две машины. Угадайте, какой был национальности. И опять же, под чем-то, под чем-то, опять, под солями, может, там, не знаю, борщ решил посолить, либо еще что-нибудь, и все. Я не понимаю, смысл в Сочи употреблять вещества. Ребят, в Сочи же, ну, реально круто. Ну, вспомните сектор газа. На спиртное ничему, я отвечу, почему. Это удовольствие дорогое. Посмотри. Ну, короче, все есть рядышком. И в Сочи то же самое. Ну, и в итоге повредило два автомобиля, все. Ну, а что у нас? У нас же, как бы, люди видят, что, как бы, лицо кавказской национальности, думают, сейчас выйдут, сделают им замечание, набежит еще таких вот 25 человек, да? Такое, да? 25 человек еще понабежит. И все, со словами, я твою маму, я твой род, я твой это, и все. И, конечно, люди побоялись, обосрались, и все остальное. И все. Испугались. Испугались. А на что? А пацан на фото, килограмм, наверное, 60. Просто дрищ, просто вот такой, и все. И все наблюдают, снимают, и все боятся сделать замечание. Красота? Красота. Вдруг потом придется извиняться на, не буду говорить на каком языке. Правильно? Значит так. Короче, депутат Затулин борется за права сочинцев на безопасное жглио. Я думал, может, он что-то там сделал, там еще что-нибудь. Нет, нифига ничего не сделал. Просто факт остается фактом. Просто он борется, но не совсем так. Чтобы там расселенцев, на самом деле это не борется. Я посмотрел статью, на самом деле это такое ощущение, когда он не борется, а способствует тому, чтобы людей с центра города Сочи, да, типа с аварийного дома, расселили куда? На Тимирязево. Тиминао. Вот так вот. Поэтому как-то заголовок неправильно звучит. Кстати, в Сочи ночью сгорело кафе. Представляете себе? Вы знаете, что Сочи стал самым популярным направлением для путешествия на автомобиле. Поэтому очень много народу, очень много народу, очень-очень много народу. И эта шляпа такая продолжается у нас. О, нифига себе! А кто ко мне с утра звонят-ка? Ну-ка. Кто же к нам с утра звонит? Алло. Здравствуйте. А мне он не нужен. Почему это не нужен? А зачем он мне нужен? А как вы привезли с него хотите? Что сделать? Работать на работе, ездить на машине, как вы хотите, без полюса. Да легко, всю жизнь ездить на машине, без полюса, ничего страшного. Зачем он мне нужен? А вы знаете, что это штраф есть? Какой штраф есть? Какой штраф? Владимир Владимирович, он штраф был. Ага. Какой за это есть штраф? За езду за рулем без полюса, медицинского. Да? А как вас зовут? Что? Как вас зовут? За езду! Без полюса, медицинского, штраф. Алексей, веселый гей. Ну ты что, блин? Ты что, блин, меня во мне... Увидел наивного мальчика, что ли? Которого можно развести? А? Алексей, веселый гей. Что начинается-то? А? Уже что только не придумывает. Да? Что только не придумывает? Илья Лопаткин. Ну-ка. Спам-активность. Эх, Илья Лопаткин. А представься, что зовут тебя Алексей, веселый гей. Илюха, два яйца, четыре уха. Ну ты что, блин? Что? Ты видишь по голосу, что нас не разведешь. Нафига ты это делаешь? Ты вон с гаищником звони. Они вот в этом поверят, как бы. Ну реально, потому что они такое ощущение, что... Вон, стоит на тротуаре, а вон стоят два гаищника. Ну хотя бы ради приличия сделали бы замечание. Правильно же? Вот они, стоят два. Индиви дома. Что он там выглядывает? Ну-ка, что там у нас выглядывает? О, перед ним стоит. Я не вижу. Ну как ты не видишь? Ну вот же, вот же стоит у нас. На тротуаре стоит автомобиль. Вот сейчас так же было перед ним. Ничего даже не могут... Хотя бы сделали бы замечание для приличия, что ли. И все. Вот так вот. Поэтому. Илюха, 2,4 уха. Ты в следующий раз звонил сотрудникам ДПС. Они поверят. Вот. Они, видишь, забивают на все. И они будут похожи. Они понимают твой полугейский язык. А так нам-то звонить не надо. Тем более половина девятого утра. Даже. Даже. А что? Как вы зовете без страхового полиса? Вообще легко. Из медицинского. Везде хожу. Здесь надо. Заплатил, да и все. Правильно же? Правильно. Я, в принципе, очень не болею. А если я заболел так, то там уже медицинский полис уже и не поможет. Правильно же? Медицинский полис у нас в зубном не действует. Нигде не действует. Операцию ты не сделаешь по медицинскому полису. Ничего не сделаешь. Ну, я думаю, будет переходить дорогу. Ну что, ребят. Сегодня будет прекрасный день. Сейчас попробую помонтировать. Если что-нибудь хорошее получилось из того, что я наснимал, я обязательно сделаю, опубликую. Ну и что, выгружать у нас блатных казахов или не выгружать? Это первое. Ну и второе, конечно, жилой комплекс Москва. Еще раз повторюсь. Если вы живете на северном склоне Бытхи, если вы живете кислород, там, Сочи пар, там, что-то еще купили, там, или там, взяли, например, себе, там, не знаю, там, светский лес, если вы вдруг взяли. Или взяли себе в Кудепси флору летний, там, да. Вот что-то из этих категорий взяли. Вы лучше не открывайте этот ролик про жилой комплекс Москва. Потому что вы будете плакать. Вы будете рыдать. А во всем буду виноват кто? Я. Потому что, видишь ли, вы, как бы, как виноват, вы меня не убедили. Да я не хотел вас убеждать. О, нифига себе. У нас, вон, шайтан труба. Сейчас попробуем, посмотрим, может быть, что-то и сделаем. Тык, 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 тык. Видите, как все я вешал? Беспалевно, да? Что это? Камера? Да нет, не камера, это просто фалоимимитатор. А что такое маленькие? Ну, блин, ну не все же у нас такие богини садятся. Вот так вот. Все, ребята. Вам всем хорошего настроения. Всем добра, бобра и пока.